Вот из жизни брата Данила Романова. Около 20 лет назад он был призван на служение в Украинскую церковь в Канаде. У них было пятеро детей. В общем, они все выехали. Дети еще были до живого возраста. В общем, у младших классов. Ну, как получив эмиграцию, они занялись жильем. А жилье там все получают кредиты. Вот они взяли кредит, 300 тысяч долларов, купили домик. Дети пока в начальных классах бесплатно. А в старших уже нужно платить. Им понадобился кредит. Ну, дети подросли, старшие сыновья. Говорят, папа, давайте мы, как рассчитаться с этим кредитом? Давайте мы возьмем еще кредит, построим два дома, продадим и рассчитаемся. Они так и сделали. Взяли кредит, за 7 месяцев построили два дома, продали, рассчитались с долгами. Он приехал на Украину, осталось у него много денег еще. Помог построить два молитвенных дома. Вот в Лаинской области город Любомый и город Шарск. Мы вот две недели посетили эти молитвенные дома, новые, с евроремонтом, очень красивые дома. И провел он программу в том себе, где родился. Сняли клуб. Еще тогда, знаете, вот эта Библия ездила по всем. И вот с этой Библией, с Духовым оркестром, по всему селу они прошлись. Но когда он приехал в Канаду, банк присылает, что вы должны 600 тысяч долларов. Угрыше не снизу. Да. И вот начали его мытарства, которые продолжались пять лет. Каких адвокатов... А там как? Кредиты погашают адвокаты, которые продают дома, в общем, как-то через адвоката. Пять лет его неустанных молитв. А кредит еще обрастает процентами. А как получилось так, что он... И вот тот адвокат, который переводил деньги, ушел где-то или на пенсию. Сколько он не манил адвокатов, а все начинали отказываться, потому что там высшая контора. Боялись с ней связывать. Я еще хочу сказать, что там тоже есть афигисты. Но потом уже на пятом году ему снится сон, из которого он понял, что вот эти все мытарства ему кончаются. И он идет в самую высшую адвокатуру. И когда заходит туда, видит список этих адвокатов и увидит русскую фамилию. Ну, думает, я пойду к нему. Зашел он, его расспрашивает, все. Я, говорит, постараюсь вам помочь. Но вы оставьте мне свой скайп. Он оставляет у него скайп пастор Бус. Он спрашивает, а какой вы церкви пастор? Он говорит, я пастор адвентист 37-го дня. Он смотрит на этого адвоката, у него слезы повернулись. Вы знаете, говорит, я когда был в Москве, я прослушал всю программу. Марка Филипп, Кремлевский дворце была программа. И я вот верю, что настанет такой момент, когда я присоединюсь к этой церкви. Но я вам помогу. Я говорю, в общем, дошли до Верховного суда. Это очень тяжелая инстанция, чтобы до Верховного суда. Разыскали того адвоката. Он уже старичок. Он как начал возмущаться. Говорит, я сам лично переводил эти деньги. Я сам лично занимался этим вопросом. Ну, в общем, вернули ему и моральный ущерб, и все деньги, которые он заплатил. Но потом он, значит, жена почти ничего не знала. Мы только слышали, что какая-то неприятность. А подробно вот это он только сейчас вот рассказал. Да, и вот он проводил. Но я не понимал, почему так было. Пять лет. Пять лет. А вот тот домик, который они купили, оказывается, за эти пять лет подорожал на 350 тысяч долларов. И он говорит, я раньше только в детстве помню, что я плакал. А теперь каждый раз, когда вспоминаю вот эту проявленную милость, у меня, говорит, всегда прошибают слезы. И он такое поручение сказал, никогда не отчаивайтесь. Вот, говорит, Иосифу нужно было 13 лет жрать. Свет в конце туннеля, как говорит. А Иакову нужно было 13 лет оплакивать своего сына. И поэтому он говорит, никогда не отчаивайтесь, всегда молитесь, и обязательно вы услышите. Спасибо.